Ну и эскадра Фридриха Довиттона-Старди пошла на Фольклендские острова с целью бункеровки, т.е. они должны были получить уголь и дальше, опираясь на острова как на базу, оперировать по Атлантическому океану в поисках фон Шпей. Но фон Шпей, как я сказал, приехал туда сам. Причём, так получилось, это вообще какое-то фатальное стечение обстоятельств. Англичане очень сильно опоздали против плана в прибытии на Фолькленды. Они прибыли туда 7 декабря, должны были прибыть 3-го. Если бы они прибыли 3-го, они бы число 5-го уж точно, по самые глаза бы уже заправились углём и ушли искать фон Шпей. А фон Шпей бы приехал к пустым островам, ничем не защищённым, но они прибыли до с опозданием 7-го и 8-го декабря туда прибыла эскадра фон Шпей. Вот прям всё сложилось один к одному. А т.к. только что в Альпараисо стояла эскадра, они получили данные разведки, что никаких кораблей, кроме Конопуса, который двигался своим ходом к Фольклендам, там нет. Опять же повторюсь, только что фон Шпей лично утопил 4 англичанина, которые там стояли в Фольклендах, поэтому у них практика личная его с донесениями разведки вполне сошлась. Ну и, как я рассказывал, родилась такая идея напасть на Фолькленды, ограбить угольные склады, разрушить укрепления, если получится, отловить губернатора, потому что незадолго до этого… Увести его в клетки. Да, незадолго до этого союзники поймали Сыманского немецкого губернатора, они решили таким образом ещё и отплатить. Вот вы нашего губернатора, а мы вашего, что вы на это выразите? Как вам такое? Да. Ну и всё сложилось, повторяю, всё крайне неудачно для фон Шпея, потому что могло обойтись, вот могло, он почти-почти выскользнул, т.е. его, не знаю уж, аналитические или чисто интуитивные рассуждения, в общем, оказались бы правильны, если бы ему просто не повезло вот так фатально. При том, что, естественно, думал-то он не один, у него же там целый штаб был в виде капитанов кораблей, капитана Цурзея, которые командовали бродиносными крейсерами, фрегаттен капитана, которые командовали лёгкими крейсерами, естественно, ему советовали что-то – ехать туда или сюда, причём половина говорила, что ни в коем случае нужно Фолькленда обходить так, чтобы их видно не было, а другие говорили – нет, ваша идея, монадмираль, хорошая, нужно атаковать. И он в итоге послушался тех, кто собирался атаковать. Ну и что мы, собственно, видим? В 6 утра 8 декабря часть кораблей англичан ещё находились под бланкировкой, а именно Корнорвон и Глазго уже отбланкировались. Глазго – то самое, которое с Коронели сбежало счастливо, единственный корабль, который там выжил. И линейные крейсера встали под погрузку – это 6 утра. При этом накорнували, задумались, что что-то у нас после перехода как-то машина разболтана. Не разобрать ли её нам? И в 7.50 утра с наблюдательного поста на горе Сапперхилл сообщили, что на горизонте видны какие-то военные корабли. Стерди, ослабив воротник, сказал, что хватит грузиться углём, если вы не разобрали машину и не разбирайте. Всем в море. Не разобрали? По крайней мере, фатально не успели разобрать. Видимо, учитывая, что Корнорвон вполне себе в военных действиях участие принимал, видимо, там они только успели гайки свинтить и тут же их обратно накинули. В 5.30 Шпей приказал сыграть боевую тревогу и увеличить ход до 18 узлов, чтобы, так сказать, красиво на всех парах ворваться в Фольклендскую гавань. Тут же опять нужно понять, что из себя к этому времени представляла германская эскадра. Вот они как из Тендау вышли ещё до войны, вот так они, по-хорошему говоря, в нормальный порт ни разу не вставали, т.е. они ни разу не могли починиться, почистить днище и прочее. Т.е. у них днище обросли водорослями-ракушками, механизмы были очень изношены, плюс всё-таки они хоть и в Победанном Востоке, но в бою только что поучаствовали, т.е. у них машины изношены, днище обросли всякой дрянью, соответственно, ход замедляется, и половина снарядов расстреляют на всех кораблях, а на лёгких крейсерах ещё и больше. Из-за износа машин и обрастания днища пакостью различной у них максимальный ход был, объективно говоря, не полный, а узлов 19, может быть. Т.е. 18 – это на этот момент для них был полный ход, в то время как англичане, повторюсь, то, с чего мы начинали вообще разговор, могли до 25 узлов дать спокойно, линейные крейсера, конечно. Да, при этом Гнейзенау отстал, т.е. один из двух броненосных крейсеров немцев, сообщил, что у них произошла навигационная ошибка, они прибудут к Фольклэндам с некоторым опозданием, и вот в 8.30 капитан Меркер, капитан Гнейзенау увидел, что над горизонтом, где-то в районе порта Стэнли густой дым. Естественно, это были дымы эскадры, но так как это было очень далеко, а эскадры там быть не могли, он сначала решил, что это англичане затекли и подожгли угольные склады, чтобы они не могли уголь отобрать. Но в 9 утра, через полчаса, наблюдатели увидели трубы и мачты, соответственно, стало понятно, что это эскадра, а, собственно, что бы это ещё могло быть? Капитан-лейтенант Бушет Гнейзенау передал, что это не просто мачта, он находился высоко в наблюдательном посту, он сказал, что это трёхногие мачты, это значит, что это линейные крейсера, потому что это их отличительная черта, издалека это было сразу видно, ну потому что что там, это какой-то силуэт непонятный, дым валит, кто? Ну корабль, да, военный, какой? Если видишь такую мачту, то понятно, кто это, это примета яркая. Причём Меркер сначала не поверил, а потом оказалось зря не поверил, потому что немцы продолжали приближаться к Фольклендским островам, а в 9.25 по ним уже стал стрелять конопу с броненосица, который, напомню, посадили в гавани на мель в качестве береговой батареи, что было ясно, что за современными крейсерами ему не угнаться, но так, по крайней мере, его утопить не смогут, если что, потому что он уже на мели будет стоять и стрелять. Учитывая, что это всё-таки хоть и старый броненосец, он прилично прикрыт бронепоясом, и он, сидя на мели, будет очень крепким орешком, очень серьёзной огневой точкой. Ну и, естественно, немцы вынуждены были отворачивать, потому что там 305-миллиметровые пушки, опять же, хоть и старые, но всё-таки 305-миллиметровые, не шутки. Немцы пошли на восток. Причём сначала Меркер на Гнейзенау пытался отрезать лёгкие крейсера немецкие от входа в гавань, но Шпейл тогда точно понял, что, хотя вот вся эта эскадра английская, она выходит в море не одновременно, но он понял, что всё, уже всё пропало, уже не до геройства, нужно просто попытаться убежать. Он однозначно приказал всем уходить на восток, и эскадра немецкая пошла в сторону востока. К 11.00 германская эскадра выровнялась, шли в порядке главным Гнейзенау, за ним Нюрнберг, потом Шарнхорст, потом Дрезден, потом Ляйпциг. Ну а к 10.00 уже у них на кормовых ракурсах однозначно появились линейные крейсера, и их уверенно опознали как инвинсибл и инфлексибл. Уходить у немцев не получалось, ну повторюсь, ну 19 узлов они могли выдать, это просто максимум, а в то время как англичане могли вступить 25-25.5. То есть да, расстояние было приличное, но то, что их догонят – это был просто вопрос времени. Причём для Сторди было ясно, что если вот к 11.00 приблизительно, между ними было миль 19-20, сейчас точно, вряд ли уже можно сказать, ну около того. То есть понятно, что до заката ещё часов 8, и есть время от души подраться при свете дня, ничего не помешает. «Глазго» – крейсер лёгкий, сравнительно быстроходный, он всё время находился в контакте с немецкими крейсерами, я имею в виду в визуальном контакте, он не стрелял и близко не подходил, наученный горьким опытом, как это было при Коронелле, но он постоянно смотрел в качестве разведывательного судна, кто куда едет, потому что немцы смогли рассыпаться, ищи их потом. Вот, соответственно, «Глазго» встречали, кто куда направляется. А радаров у них тогда никаких не было, только глазами. Да, это 1914 год, ещё до изобретения рабочего радара, ещё ого-го. Примерно в 11.30 Стерди понял, что его эскадра очень сильно растянулась, задробил ход до 20 узлов, собрал эскадру, и где-то в 12.47 Стерди поднял флаг с приказом начать бой, потому что расстояние – восемьдесят кабельтов, это где-то около 15 километров, это уже было вполне достижимо для английских пушек – раздались первые выстрелы по концевому Ляйпцигу. С Ляйпцига отвечали в 12.58 по «Инвинсиблу», естественно, пока никто ни в кого не попадал, потому что расстояние было слишком большое, ну а накануне, по дороге к Фольклэндам, англичане провели учебные стрельбы. «Инвинсибл» выпустил 32 снаряда главного калибра, попал один раз, а потом… Такой несчастный корабль, прямо скажем, потом намотал буксировочный трос в мишени себе на винты, и его сутки потом снимали. Это всё время интересует, это ж на ходу, волны, как там вообще попасть можно, или они как раз для этого, таких диких калибров, чтобы одного раза было достаточно, или что? Ну, попасть-то можно. Как при качке можно попасть? Ну, когда мы разговаривали про «Ютландский бой», я рассказывал об этом механизме, сейчас напомню, там нечто вроде нашего строительного уровня, который фиксируют, когда корабль находится в горизонтальном положении, в этот момент подаётся автоматическая команда на электрозамыкатели цепей, и как только корабль становится на ровный киль, происходит с ровного киля выстрел. Прикольно. Иначе-то никак. Это хорошо было во времена парусного флота, когда они на расстоянии там 200-100 метров друг по другу стреляли, там всё равно. Хорошо было у викингов, когда кошками борту к борту притянуть и друг друга резать уже вдохновенно, чтоб никто не убежал. Да. Так как британцы, ну, в общем, они все находились в неких объективных условиях, объективные условия были такие, что ветер дул в спину британцам, соответственно, их собственный дым обгонял их и мешал стрелять. А дымили они очень сильно, потому что это боевой ход, стало быть, они переходят на нефтеугольное отопление, и там дым от мазута и угля просто чудовищный. Если посмотреть на фотографии, я пришлю крейсера «Инвинсибл» как раз в том самом походе, там крейсера половины не видно из-за того, что как у них труп валит. Так как британцы шли, естественно, носами к немцам, они не могли нормально пристреливаться, в силу того, что одновременно могло стрелять очень мало пушек, с полузалпа получалось 3 снаряда, может быть, даже 2. Факт в том, что это очень медленная пристрелка, получаешь слишком маленькую статистику по всплескам. В итоге 20 снарядов, которые выпустили по Лейпцигу ни одного попадания вообще. Я уже за немцев переживаю, ёлы-палы. Это правильно. Вот тем не менее, хоть стрельба была и не очень меткая по разным причинам, но абсолютно ясно, что сейчас Лейпциг утопит, потому что он лёгкий, ему много не надо, ему нужно просто одного удачного попадания, чтобы у него ход замедлился, после чего догонят и расстреляют, поэтому Шпея приказывает рассыпаться. Соответственно, главные силы Гнейзенау и Шарнхорст повернули на северо-восток, а Нюрнберг – Дрезден и Лейпциг пошли на юг. Стерди это дело предусматривал, потому что было ясно, что, естественно, лёгким кораблям удирать от эскадры гораздо удобнее, поэтому, может быть, они попытаются уйти раздельно. И поэтому уже сразу в плане была готова инструкция, что если так получится, лёгкие крейсера англичан догоняют лёгкие крейсера немцев, а броненосные крейсера, т.е., естественно, линейные крейсера Inflexible и Invincible догоняют основные силы. А и, конечно, броненосный крейсер Корнарвон, так чтобы всё-таки был серьёзный перевес над немцами. В 13.20 началось сражение главных сил. Invincible стрелял по головному Гнейзенау, а Inflexible по Шарнхорсту, на котором, напомню, держал флаг адмирал фон Шпе. Потом они рокировались, Шарнхорст ушёл вперёд, Гнейзенау остался сзади, ну и, соответственно, после перестроения Invincible стал стрелять по Шарнхорсту, а Inflexible по Гнейзенау, и в 13.25 с расстояния 70-кабельтовых огонь наконец открыли немцы. Напомню, они могли стрелять так же далеко, как англичане, возможно, даже чуть-чуть дальше, но всё-таки калибр 210 мм на такой дистанции против таких огромных и мощных кораблей, какими были линейные крейсера, несмотря на все их недостатки в головной первой серии, это слабый аргумент. А вот уже когда поближе 70-кабельтовых, уже можно было наносить им серьёзные разрушения, даже из 210-мм пушек. Где-то к 13.45 они сблизились до 65-кабельтовых, и Invincible получил первое попадание, причём Штерди после этого всё понял и приказал отворачивать, чтобы как можно больше дистанцию дать. Это почему, естественно, на дальней дистанции 305-мм артиллерии в случае попадания, в случае накрытия будет однозначно выигрывать у более лёгких пушек немцев. Причём попадание оказалось весьма уверенным, потому что 210-мм снаряд, оказалось ещё раз говорю, проламывает главный бронепояс линейных крейсеров в любом месте, куда бы он ни попал. Т.е. парировать 210-мм немецкий снаряд даже главный бронепояс мог только в том случае, если снаряд попадал под каким-то очень серьёзным углом, в противном случае его пробивало. Тут первый раз стало понятно, что головные линейные крейсера англичан слишком слабо бронированы для серьёзного эскадренного боя, потому что даже старые слабые пушки калибра 210 мм выходили серьёзным противником против такой мощной, казалось бы, машины, какой был линейный крейсер. Причём на определенной дистанции англичане продержались только некоторое время. Почему? Потому что с большой дистанции, повторяюсь, вдруг опять же оказалось, что стрельба англичан была малоэффективна, они просто очень редко попадали. Ну и, конечно, чтобы добавить остроты моменту, Invincible опять подкидывал своим хозяевам сюрприз – от отдачи заклинило одно из орудий башни А. Неплохо. Поломался затвор, и это орудие, в общем, в бою больше участия не принимало. Вот я говорю, что у Invincible с самого начала у него начались какие-то проблемы, вот он ещё даже воевать не успел начать, а уже у него всё было плохо. Может, не осветили перед выходом в море? Или некачественно осветили – это всё-таки протестанты англиканские, у них связь-то не те совершенно. Их провайдер не очень. Не тот провайдер. Тут ещё важно вспомнить конструкцию германских линейных броненосных крейсеров. О ней вначале говорили, у них часть артиллерии главного калибра находилась в башнях, и в башнях они могли поднимать довольно высоко ствол, а значит, далеко стрелять. А часть находилась по бортам в казематах, и у них угол возвышения этих 210-мм пушек был гораздо меньший, поэтому часть артиллерии главного калибра не могла вообще стрелять на ту дистанцию, на которую стреляли башенные установки. Соответственно, оказавшись на максимальной дистанции, англичане могли передохнуть просто потому, что по ним приходило меньше снарядов главного калибра, и это было важно. Но тем не менее, с немцами нужно было что-то решать, а решать можно было только на средней дистанции, поэтому Стерди в 14.59 сократил дистанцию до 62,5 кабельтовых. Это для серьёзной пушки вообще не дистанция, потому что уже с такой дистанции немцы стали стрелять ещё и из 150-мм орудий вспомогательных. Бой достиг максимального напряжения. Invincible и Inflexible получили приказ перейти на беглый огонь, и буквально всё море потануло в грохоте и пушечном дыму. Даже эти самые противоположные бортовые башни повернулись через палубу и стреляли по немцам, т.е. огонь шёл со всего борта. К 15.10, а это уже сколько, считай, с 13.30 бой идёт. Два очень слабых по сравнению с англичанами немецких крейсеров до сих пор держатся и до сих пор не получили серьёзных фатальных повреждений. Более того, уверенно отвечали англичанам, поражая вражеские корабли. Но в 15.10 Гнейзенау наконец получил 305-мм снаряд под ватерлинию. Взрыв был серьёзный. Судя по всему, на этой дистанции англичане уже применяли бронебойные снаряды. Если они на максимальной дистанции стреляли фугасными, чтобы посечь осколками и мощью взрыва всё, что можно на палубах при попадании, то со средней дистанции они пересли на бронебойные. Хотя бронебойные снаряды были у англичан не очень, но всё-таки 305 мм, это 305 мм. И броневой пояс Гнейзенау оказался пробит, соответственно, в отсеках раздался взрыв, получилась пробоина, и Гнейзенау получил крен на борт. Соответственно, у неё сразу уменьшился ход. А что в таких случаях делают? Контразотопление, да. Но всё равно это некоторое время занимает, во-первых. Во-вторых, всё-таки это же не просто вода набралась, а там прогремел взрыв, т.е. есть повреждения. Причём сейчас нам сложно судить о повреждениях немцев в силу того, что оба корабля лежат на глубине нескольких километров, т.е. нужно отправлять туда экспедицию и точно считать, какие там дырки где. Это мы в англичан можем точно посчитать, сколько пришло снарядов, потому что они уцелели. Соответственно, их потом ремонтировали, осматривали, есть точная фиксация каждого попадания, просто потому что их нужно было ремонтировать, значит платить деньги. Где деньги, там всё время считают. Ну а немцам уже ничего не нужно было платить, потому что они утопли благополучно. Шарнхорст потерял одну дымовую трубу и загорелся. Причём дым был настолько серьёзный, что Стерди пришлось описывать циркуляцию, чтобы выйти с стороны, где нет дыма, и продолжить бой. В это время, где-то, наверное, в течение 10 минут осколок сбил с мачты Шарнхорста, вымпел адмирала фон Шпея. С Гнезинау сразу спросили – адмирал убит? А адмирал приказал флажным семафором ответить, что он жив и что вы, господин капитан Цурзе и Меркер, были абсолютно правы, на Фольклэнда идти было не надо. Для тех, кто не в курсе, когда не было нормального радио или невозможно было пользоваться, специальный матрос специально флажками махал там… Я подозреваю, что он не махал флажками, а там на мачте подняли необходимый набор флагов, чтобы можно было понять, что они там говорят. И мигали прожектором. Да, ну днём это не сильно помогало, прожектор, а вот флажки было видно. Через немецкую оптику Карл Цейс. Да, Карл Цейс. Это, собственно говоря, были последние фразы, к которым объединялись Шпея и капитан Цурзе и Меркера в этой жизни, по крайней мере. Потому что… Как говорил брат Эйгеля Скала Гримсона – «Ещё бы два шага!» Потому что на такой дистанции всё-таки стала сказываться серьёзная разница в весе бортового залпа. Заработала вот банальная арифметика, даже не математика, а просто арифметика войны. И если огромный линейный крейсер получал попадание от броненосных крейсеров немцев – 210 мм – это, конечно, было крайне неприятно. Но когда попадало 305 мм у гораздо меньшего корабля, который имел схожее бронирование с линейным крейсером, разрушения были гораздо сильнее. У Гнейзенау тяжело пострадали казематы 150-мм орудий, т.е. огонь вспомогательной артиллерии стал слабеть, и было затоплено котельное отделение номер 1, и начало подтапливать котельное отделение номер 3, т.е. он даже и 18 узлов уже не мог давать. Соответственно, англичане могли маневрировать и выбирать выгодный ракурс для стрельбы. Кроме того, Гнейзенау горел. Ну а у Шаренхорста было всё совсем плохо, потому что это головной корабль, на нём был сосредоточен главный огонь. Пожары тушить уже не получалось, Шаренхорст серьёзно полыхал. А чё там горит на железном корабле? Ну там очень много, оказывается, чего изгореть, потому что, во-первых, там и дерево есть, кроме того, там есть масса всякого пластика, и когда всё-таки его поджигают, там полыхает так… Вокруг же вода, мото-помпы там. Да, конечно, немцы тушили, но на какой-то момент, опять же, если бы он просто загорелся, его можно было потушить, по нему уже стреляют. Как только люди оказываются… Фугасами. Да, вспомогательная артиллерия, конечно, в основном стреляет фугасами, а там 152 мм прилетит и взорвётся на палубе, что вообще? Как говорил Иван Павлович Бабенко, который сидел на высоте 32-34, выстрел из гаубицы, да, 152 мм, радикально отличается от 122, так-так. Соответственно, пожарная команда просто выбивает осколками, это в чистом поле, когда 152 мм рванёт, очень неприятно, но там есть где спрятаться, а когда у тебя весь корабль, сто там 70 метров, и на палубе такая штука бобахнет. Я уж молчу о том, что может бобахнуть 305-мм фугас, что совсем нехорошо. У нас таблица стрельбы есть на 30-й бронебашечной батарее в Севастополе, где стоят как раз пушки 305-мм калибра, но, правда, более современные относительно описываемого боя. Там есть таблицы разлёта осколков фугаса при разных углах попадания, вот при абсолютно ровной местности 305-мм снаряд даёт разлёт осколков километров на 30-50 метров. Ого, элипс. Хороший. Соответственно, это весь корабль буквально может быть прошит этими осколками. Понятно, что там броневые рубки это всё парируют, и бронебашни, но тем не менее. Я уж молчу о том, что если это рванёт, то там и осколков-то не надо, там всё, что вокруг есть, дует просто взрывной волной. А они тогда ещё не додумались снаряды гвоздями набивать там? Ну это только осколки. А против бронированного корабля Шрапнель-то нам не помогает. Ну там же люди, всё для людей. Люди-то в основном всё-таки находятся под защитой брони, поэтому Шрапнель не очень нужна, поэтому нужен фугас. Вот фугас, да, он может, во-первых, нанести серьёзное разрушение небронированным постройкам, а во-вторых, фугас даёт массу осколков не хуже, чем Шрапнель. Эти осколки, самое главное, они настолько тяжёлые и скоростные, что могут пробить или лёгкую броню, или небронированные части. Осколок для корабля тоже опасен весьма, там не только бронебойный снаряд. Ну у нас Цусима была проиграна в основном из-за действий именно фугасной артиллерии, т.е. так как хоть и броненосец и несёт броню, но эта броня далеко не везде, эти осколки могут повреждать всё, что не бронировано. Когда я был в Соединительных Штатах и посещал там линкор «Айова», если я правильно помню, там командные рубки, т.е. просто там цилиндр какой-то бронированный, вот такой толщины броня, там щели, как весь командный состав сидит, запрятавшись там и в дырки смотрит. Ну, это правильно. Видимо, там шарашит так, что я даже не знаю. Во-первых, в рубку стараются попасть, чтобы обидеть всяких адмиралов. Да. Унизить. И оскорбить. Во время русско-японской войны все эти золотопогодники и полетоносцы страшно любили выйти на верхний мостик, который вообще ничем не защищён, и там по своих белых мундирах там подозрительные трубы гордо осматривать неприятия и руководить боем. Ну, понятно, что если туда что-то попадало, погибали все. Молодцы, да. Додуматься надо. Да. Поэтому потом там уже и в первую, и тем более по результатам Первой мировой войны, кружка Второй мировой войны, там было абсолютно железно предписано, что если какая-нибудь эта золотопогонная сволочь полезет на незаезжённый мостик, хватать сволочь ему обратно, в цитадель и запирать там. На тебя ж страна сколько денег потратила на идиота, чтобы тебя воспитать, выучить, а ты тут прыгаешь? Недопустимо. К 16.00 Шаренхорст потерял ход. У него половина пушек уже вообще никак не стреляла, но часть стреляла, и, что самое главное, он не спускал флаг. А значит, по морским законам войны, если он не спускает флаг, корабль считается не сдавшимся, и значит, по нему нужно продолжать стрелять. И англичане продолжали стрелять. Кстати говоря, более тихоходный Корнарвон к этому времени уже догнал немцев, и уже три корабля расстреливали Шаренхорст и Гнейзена. Ой, вот в 16.04 вдруг Шаренхорста прекратили стрелять. Флага, однако, не спускали. Военная хитрость? Нет, это был, собственно, конец. У него что-то взорвалось серьёзно внутри, была очень серьёзная пробоина, и Шаренхорст начал очень быстро крениться вдруг, опять же, это было совершенно неожиданно. Вот он только что стрелял, тут вдруг стрельба затихла, и корабль стал резко крениться. Ну, затихла она почему? Потому что, видимо, там закричали «спасайся, кто может», и просто люди, побежали из боевых постов. Это официальная команда? Ну, я условно сказал. Abandon ship – наша с Дементием любимая команда. Да. Утонул он за 13 минут. Очень быстро. А матросики? Кто-нибудь спасся? Так как в это время Гнейзенау, несмотря на то, что ему тоже уже было совсем нехорошо, также не спускал флаг, вместо того, чтобы спасать людей с Шаренхорста англичане, естественно, занялись Гнейзенау, и поэтому на Шаренхорсте не выжил вообще никто. Это 8 декабря, повторюсь, там максимальная температура в Северной Атлантике, прошу прощения, в Южной Атлантике у воды в это время градусов 6, соответственно… 10 минут, всем кранты. …шансов просто никаких, потому что кровь начинает отливать от кожи, от мышц, и поступает в середину организма, сердце просто не справляется и останавливается. Т.е. даже, в общем, замёрзнуть ты не успеешь, просто сердце остановится от переохлаждения. И это довольно быстро, но крайне неприятно. Собственно, на Шаренхорсте погиб и Максимилиан фон Шпее, который только что буквально таким же образом утопил Кристофера Кредека на Коронелле. И вот теперь Гнейзенау остался один, сразу три бронированных этих динозавра стали его расстреливать, причём Инфлексибл пошёл на бой на контркурсах, зашёл ему с кормы и принялся расстреливать его продольными залпами. Причём, вот в 16.17 утонул Шаренхорст, в 17.00 Гнейзенау ещё отстреливался, один против трёх кораблей, т.е. немцы построили что-то невероятно крепкое, джигиты были. Причём с Гнейзенау не отвлекались, они вот как начали стрелять по Инвинсиблу, так и продолжали стрелять по Инвинсиблу. Уязвлять неуязвимого. Да. К 17.15 они дали последнее попадание в Инвинсибл. В это время нос и корма Гнейзенау были охвачены пожарами, а ход упал до 8 узлов, т.е. у него стало сказываться то, что уже 2 котельные затопили, соответственно, они не могли давать никакой тяги. К 17.30, т.е. ещё 15 минут крейсер продолжал бой главным калибром, после чего, выжившие офицеры докладывали, что к 17.30 не осталось ни одного снаряда 210 мм, им просто нечем было отстреливаться, остались только 150-мм снаряды. Так как шансов у Гнейзенау не было никаких, если он всё-таки 210 мм теоретически мог утопить большой линейный крейсер, и уж для броневодственного крейсера вообще был серьёзнейшей угрозой, то 150 мм – это просто ни о чём, оно против таких огромных кораблей просто не работает. Это всё-таки противоминный вспомогательный калибр, но немцы всё равно продолжали отстреливаться и не спускали флаг. Однако к 17.50 было понятно, что всё кончено, Гнейзенау опять же стал крениться, и в 18.00 за 10 минут утонул. В воде оказалось до 300 человек, остальные погибли на боевых постах или были уничтожены артиллерийским огнём, и вот тут-то англичане, конечно, верные законам войны принялись их спасать со всем основанием. Однако из 300 человек, по-моему, треть не выжила из тех, кого мудрились поднять. Опять же повторилось – это обморожение. Англичане очень тщательно расспрашивали выживших немецких офицеров о попаданиях. Ну, естественно, немцы что-то рассказывали, но опять же – это люди, которые находились только на своих боевых постах, а всего видеть не могли – это раз. Во-вторых, это последнее, что они запоминали – конкретно, куда и чем попали англичане. Они в основном занимались тем, что работали или старались выжить, поэтому объективных данных о попадании в немцев у нас нет, но об этом чуть позже. В это время лёгкие крейсера англичан, тотально превосходящие силы преследовали лёгкие крейсера немцев. Естественно, они их догнали в силу того, что, повторюсь, немцы имели изношенные механизмы. Они их догнали и утопили всех, кроме Дрездена, а Дрезден ушёл. Да, так вот, по поводу попаданий. В «Инвинсибл» немцы дали 23 попадания, из них, если не ошибаюсь, 18 попаданий главным калибром, остальное – или противоминным вспомогательным калибром, или какие-то неустановленные попадания. Много. Да, у немцев оказалась превосходно отработанная стрельба. У них процент попаданий был гораздо выше, чем у англичан, потому что англичане, истратив там 1450 снарядов по этим двум крейсерам, ну, опять же, данные расходятся, говорят, попали 80 раз в Шарнхорст, и 70 в Гнезденау. И это, в общем, было… Какое дорогостоящее развлечение! Очень, очень дорогостоящее. И если это было в самом деле так, отсюда следуют две вещи – обе для англичан крайне нелицеприятные и дурно звучащие в смысле предупреждения. Первое – это даже не линейный крейсер, это броненосный крейсер, т.е. линейному крейсеру вообще не соперник, но если, чтобы его утопить, потребовалось 80 попаданий 305-мм снарядов, что же будет, если они сойдутся с одноклассниками, т.е. с линейными же крейсерами или, не дай бог, линкурами. Их зачем топить в итоге? Это первое. Второе – если даже 80 попаданий они дали, то это что, получается, 1,5% эффективной стрельбы? Говорят, в американской полиции 2%. Ну, американская ж полиция, они же все гафнайтеры стреляют так… А тут всё-таки, извините, элитные моряки, специально обученные, белая кость и голубая кровь – и чё, 1,5% эффективность попаданий? Все математики как один, таблицы на стенках висят. Конечно. Именно. Электрические вычислители разнообразные. Один снаряд стоит, блин, как годовой бюджет крестьянской семьи в России. И вот вы 1400 раз выстрелили, а толку? Ну и, соответственно… Артель – напрасный труд. Или немцы очень крепкие корабли строят, или снаряды очень плохие. Но для англичан это всё равно. Вдруг оказался триумф. Мало того, что они, не потеряв ни одного корабля, утопили немцев, так всё-таки же ещё и месяц за битву при Ранелли. Поэтому это был триумф, и линейные крейсера стали использовать в самом широком смысле, потому что это оказалась главная рабочая лошадка войны, их применяли везде, где только можно. Ну и, конечно, когда пришло время генерального сражения эскадр, все эти линейные крейсера пошли в бой, и из них трое не выжили, включая Invincible. Потому что вся эта статистика, о которой я говорю, уже тогда очень ярко описывала, что будет с английскими линейными крейсерами, если они окажутся в серьёзном эскадренном бою против серьёзных же кораблей противника. Вот им очень долго феноменально везло, этим кораблям. Потому что они каждый раз оказывались в таком положении, что у них ли сил в конкретном месте больше, или вот конкретно по ним серьёзно не попадают. В общем, в ходе всех этих самых сражений, при Доггербанке, при Гельголандской бухте ни один линейный крейсер англичан не был утоплен, в то время как они перетопили довольно много немцев. Может, мастерство военно-морское всё-таки? Ну, всё-таки тут не мастерство, всё-таки тут то, что у англичан флот катастрофически больше, чем у немцев был, и немцам, чтобы выйти на какой-то выгодный размер, нужно было очень сильно постараться. Ну, впрочем, повторюсь, мы об этом рассказывали, когда говорили о драматических сюжетах ютландского сражения, несмотря на то, что и флот был меньше, немцы оказались крайне неприятным противником для англичан, просто исключительно. Ну а после ютландского сражения линейные крейсера типа «Инвинсибл» вообще приказали не использовать в военных действиях, потому что они тонут. What the hell is going on with this bloody ship? Как сказал адмирал Дэвид Битти. Они тонут один за другим, что происходит? Мрачно, блин. Спасибо, Клим Саныч, караул вообще, караул просто. Как обычно, т.е. вот меня, что больше всего в рассказах твоих радует. Это то, что предшествует стрельбе. Как понакручено, как понаверчено, кто где стоял, кто как сидел, про что думал, куда плыли, как выбирали и всякое такое. Финал уже как-то это… Крещендо, конечно. Да. Ну, нам всё-таки наспойлили уже, мы точно знаем, что студенца проиграли, поэтому что делать? Приходится как-то выворачиваться драматургически, а именно рассказывать, как корабли строили сначала, потом куда они ездили. Так и без этого ничего не понятно. Это естественно.